Привет. Сегодня не будет фронт-энда, сегодня будет механическая клавиатура. Точнее, анбоксинг одной. Давненько не было поводов чего-нибудь такого поделать. Тут пришла коробка. Вот настоящая коробка. Я даже не видел, что там внутри. Я просто сбегал на почту, забрал ее под градом, там погода не очень, и притащил сюда в студию. Сейчас давайте посмотрим, что внутри. Собственно, а, да, коробка. Вот такая вот коробка. На ней написано Novel Kiss. Она картонная, она закрыта, и там что-то внутри. Давайте посмотрим. Окей. Вот такая вот коробка. Избавляемся от этого. Взрезаем. Волнительно. Окей. Кажется, это было вверх ногами. Ничего страшного. Неплохо. Чехла я не ожидал. Сбок в комендаже. Я последнее время пытаюсь держаться всяких клавиатур попроще, ну или, по крайней мере, какие-то кастомы делать, то есть чтобы можно было спаять, разобрать, еще что-то такое. Но иногда бывает, знаете, падает глаз на какую-то клавиатуру, и думаешь, вот, огонь, оно. И вот это тот самый случай. Я просто увидел, подумал, что просто очень хорошее сочетание всего на свете. Она программируется, она выглядит, она, в общем, это была спонтанная покупка. Итак. Открываем. Окей. Ну, провод сразу не нужен, потому что он с USB-A на USB-C, а у меня такого нет. Непростая клавиатура, тяжеленная. Ух ты. Клавиши еще дополнительные. Реководство и всякое такое, но это все не очень интересно. Давайте смотреть на саму клавиатуру. Ух. Красота. 65%. Зелененькая, прозрачненькая, с полосочками для ножек. Novel Kiss. Неплохо. Ну, понятное дело, USB-C. И здесь какие-то буковки. Что же это такое? Что же это такое? В общем, есть такой чувак на YouTube, зовут его Random Frank P. Ну, неважно. Он рассказывает про всякие геймерские штуки. Я видел несколько его обзоров в клавиатур. И эта клавиатура, оказывается, его коллаб с Novel Kiss, и в его стиле все выпущено, поэтому, собственно, его логотип на корпусе и на кастомных клавишах его тот же самый логотип. Вот такие вот клавиши. Тут, собственно, тема с волной повторяется. Аналогично здесь. Как видите, клавиши, они die-sublimated, то есть они изначально белые, и их так сильно покрасили, что, в общем, это все очень хорошо держится. В общем, вот это все можно подменить. Ну, и, видимо, вместо Escape сюда поставить. А так, ну да, клавиши и здесь тоже die-sublimated. В общем, это все, что я про эту клавиатуру знаю, на самом деле. Ну, кроме того, что, ну, бренд понятен, Novel Kiss. Там внутри еще видно, что всякая пенка и прочие шумодавы внутри точно есть. Надо будет разобраться и разобрать, и понять, что это вообще такое. А сейчас, ну, можно попечатать, чтобы вы послушали ее. Так, ну, вот, 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 вот. В общем, начало неплохое. Мне кажется, тут ее можно замодить, там немножко стабилизаторы дребезжат, понятное дело, и, ну, нужно понять, что там внутри на самом деле есть, что можно улучшить. Но, черт побери, она уже красивая. Мне кажется, это хорошее начало. В общем, это был быстрый эксперимент с анбоксингом. Клавиатура только что пришла, я был страшно рад, и вот вам. Если вы хотите что-то подобное видеть в будущем, если какая-то ерунда приходит, и я быстренько показываю, как она устроена, и анбокшу, собственно, и рассказываю, что у меня нового появилось, пишите, если вам нравится. А так, в общем, все на сегодня. Это был краткий анбоксинг, и увидимся где-нибудь в следующих видео. Лайвы, обзоры или что там у меня. А, фронтенд. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok